Конец прошлой торговой недели и начало новой ознаменованы массовыми распродажами золота. Котировка торгового инструмента потеряла более 20 долларов в стоимости одной тройской унции. Однако по итогам недельных торгов драгоценный металл все-таки продемонстрировал прирост. Публикация протоколов последнего заседания ФРС подкинула цены на золото до максимальных значений за последние 3,5 месяца. Опасения за финансовую стабильность одного из крупнейших португальских банков – Банку Эспириту Санту – также вызвали обеспокоенность инвесторов, оказав дополнительную поддержку ценам на золото. Однако угроза возобновления банковского кризиса в еврозоне была не столь серьезной на фоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине. Инвесторов заинтересовала возможность заработать. Достижение высоких уровней стало сигналом участникам рынка к закрытию длинных позиций с фиксацией достаточно весомых прибылей. На текущей неделе, по мнению многих экспертов, золото вряд ли вернется к восходящему движению. Эксперты предвидят очередную порцию позитивной статистики относительно состояния американской экономики, среди которой корпоративные отчеты крупнейших корпораций Соединенных Штатов.